Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Антон Черновосов, я девелопер-адвокат в Яндекс.Клауд, и настало время поговорить о новых практиках. О новых практиках мы давно не говорили о том, что новенького появляется у нас на рынке, что будет эффектить для всех крупных клиентов, и, конечно же, практики, которые нужно освоить всем растущим бизнесом, которые особенно начинают пользоваться облаками, либо у которых есть уже разветвленная инфраструктура. И сегодня этот выпуск целиком и полностью будет посвящен такой практике, а точнее набору практик, которые в целом вместе принято называть FinOps. И я сегодня в этом выпуске не один, вместе со мной мои коллеги из других компаний, которые действительно профессионалы в этой теме. Действительно понимают, как это все устроено, как работает. Мы говорим сегодня про FinOps вместе с моими коллегами и друзьями. Я хочу их представить. Вячеслав, напротив меня. Вячеслав генеральный директор Hilbert Team. Здравствуй, Вячеслав. Да, Антон, приветствую. Спасибо за приглашение. Да, ну как бы невозможно было тебя не пригласить, потому что, во-первых, ты с одной стороны мне помогал готовиться к моему выступлению, посвященному, собственно говоря, теме FinOps, которое было более чем полгода назад. Но мне кажется, что мы тут очень сильно подготовились по другим вопросам, протряхнули эту тему. И рядом между нами находится совершенно очаровательная Юлия, генеральный директор Hystek, компании, которая делает один из продуктов как раз в этой области, в области FinOps. И мне кажется, это интересно тоже в целом такой взгляд на саму индустрию показать. Юлия, здравствуйте. Приветствую. Спасибо большое за приглашение. Так получилось, что у нас очень разная, диверсифицированная такая получилась встреча. С одной стороны, я как представитель Яндекс Клауд, как провайдера, который оказывает самые облачные услуги. С другой стороны, Вячеслав у нас, соответственно, представитель такой компании-интегратора, в некотором смысле, которая помогает внедрять облачную инфраструктуру и смотрит на потребление. А Юлия у нас, соответственно, представитель компании, которая умеет правильно считать, ну, и оптимизировать, собственно говоря, о чем мы сегодня поговорим в выпуске, облачные те самые ресурсы. Вообще, давайте немножечко поговорим, что такое FinOps, как понятие, да, и вообще, почему это важно для современных бизнесов. Потому что мне кажется, что вообще наш рынок подрос до того состояния, что пора об этом задуматься. Вот давайте попробуем ввести. Мне кажется, вот наш рынок, он на пару лет отстает, может быть, на три года от зарубежного, и там это уже, так сказать, прям как-то плотно вошло в обиход вся сама использование, и сам термин, и использование технологии. Вот что такое FinOps? На этот счет у меня даже есть определение. Каждый раз, когда меня спрашивают, я говорю о том, что FinOps – это методология, основной целью которой является увеличение рентабельности бизнеса за счет оптимизации облачной инфраструктуры. Ну, и не всегда даже облачной, потому что FinOps сейчас, на самом деле, гораздо шире. Это практики вот уже новые, совсем которые появляются. И с точки зрения именно бизнеса, совершенно верно отмечено, что FinOps приходит тогда, когда увеличивается Cloud Adoption, то есть когда инфраструктура и проникновение облака становятся достаточно большим, чтобы компаниям становилось сложно это, условно говоря, определять эффективность своей инфраструктуры методом пристального взора. Когда она становится достаточно большой, уже должны быть практики, должны быть инструменты, должны быть отдельные люди, которыми этим занимаются. И, собственно говоря, вот такой момент в России, мне кажется, уже случился. Мне кажется, нужно подсказать, какой масштаб должен вот этого всего случиться, потому что как пристальный взор, у тебя есть маленькое приложение «Хобби проект». Ну, очевидно, ты зашел, у тебя одна виртуальная машина, у тебя есть какой-то, может быть, сторож, может быть, там, бэкап еще какой-то, база-танных, конечно, какой-нибудь менеджер DB, например, или там серверлесс-решение какое-то. И в целом, скорее всего, ты все просто видишь глазами. С одной стороны, ты видишь это в консоли, а с другой стороны, ты видишь это в виде счета. Это же тоже, как бы, обратная проекция тех ресурсов, которые у тебя есть в облаке. А вот если говорить про тот объем бизнеса, когда это начинает становиться интересно, когда это нужно начинать как дисциплину именно внедрять, Юлия, скажите, это вообще в целом, когда нужно? Как только ты перестаешь разбираться в том, за что ты платишь деньги в облаке, как только ты начинаешь больше ресурсов переносить, использовать в облако. С приходом ковида это стало более актуально, потому что компании многие не просто стали переезжать в облака. Неудобно содержать оффлайн дата-центр, его нужно обслуживать. Гораздо удобнее использовать облака. И мне кажется, даже компания, у которой будет порядка 10-15 машин, но при этом они будут очень активно использоваться, будет использоваться объектный сторож, будет использоваться сети довольно активно, они просто перестанут понимать, за что они платят. В этот момент им нужно подумать и проанализировать, и попробовать внедрить практики, практики Финопса, для того, чтобы разобраться, за что же они действительно платят деньги. Ну вот мне кажется, тоже очень интересный момент, понимание, за что ты платишь. Это вот когда ты берешь какую-то Excel, и у тебя есть счет, и ты начинаешь, так, вот это за этот проект, за этот проект, за этот проект. Дело в том, что понятно, что чем крупнее компания, тем больше у нее микропроектов, ну или там отдельных обособленных проектов, запущенных в облаке параллельно. Прямо чем они могут жить на тех же самых виртуальных машинах, или в одном и том же кластере, использовать один и тот же кластер баз данных, один и тот же большой сторож, какое-то там ДВХ-хранилище, опять же, которое внутрь там пересекается по данным. И понятно, что расписать свои расходы становится немножечко, так сказать, неприятной процедурой, которую нужно регулярно как-то проводить. Чем больше ты начинаешь что-то времени тратить, тем больше он, мне кажется, сжирает и сжирает и сжирает, особенно если бизнес растущий. А вот если мы в целом поговорим про FinOps, как я правильно сказал, что это набор практик, это не какая-то одна история, что мы взяли, что-то внедрили, а оно заработало. Это же целый набор каких-то действий, методик, это отдельные инструменты, это вообще организационные изменения внутри компании, которые должны произойти. Вообще, в целом, вот это все требует усилий, ну, внедрения. Понятно, когда мы сейчас немножко напугали наших зрителей, но тем не менее. Это какие-то усилия. А зачем? Ну, в смысле, какую ключевую проблему FinOps решает? На мой взгляд, один раз внедрив процесс, ты получишь однозначное и прозрачное понимание того, что у тебя происходит с облаком, каким образом оно используется, оптимально, неоптимально. И FinOps в целом, это именно процесс, да, где циклически ты собираешь данные, ты анализируешь эти данные и оптимизируешь. Затем ресурсы, исходя из полученных данных. То есть это не разовая какая-то акция, то есть нужно понимать, что это всегда какой-то процесс, который постоянно происходит. Ну, понятно, потому что, во-первых, у любого бизнеса есть какая-то сезонность, есть какое-то сезонное потребление, есть какие-то пики, где нам необходимо где-то увеличить объем своих ресурсов. Плюс, если мы там растем, какие-то у нас подразделения увеличивают потребление, нужно тоже сделать. Ну вот, если мы говорим о самом начале внедрения, то вот можем ли мы поставить себя на место финансового директора или СТО? Ну, потому что, как правило, вот эти два человека, они в компании-то и начинаются, как бы у них там баттл-то начинается. Один говорит, мне нужны ресурсы, другой говорит, куда это ты все? Вот такой счет, давай-ка ты умеришь аппетиты. Вот с точки зрения одного и второго, можем мы какие-то более высказать, которые должны сподвигнуть его сразу, как звоночник. Оп, вот здесь начало внедрения Фенопс должно состояться. С точки зрения Финдира, мне кажется, здесь, как мы уже говорили, основная проблема – это отсутствие понимания, за что мы платим. И оно обычно случается, возвращаясь немножко назад, о критериях, когда Фенопс становится актуален. Когда, например, у нас инфраструктура, можно ее измерять, ну, то есть этот порог устанавливать в денежном эквиваленте или в числе СКУ, но можно считать о том, что когда в облаке появляется инфраструктура более двух организационных подразделений, тогда уже становится сложно, потому что нужно ее разбивать. Вот, и в этом случае как раз финансовому директору нужна помощь, потому что когда это одно оргподразделение, какой-то продукт или какая-то команда, бэк-офис, для него, ну, плюс-минус понятно. Нет, это все, это конкретно… Да, я плачу за бухгалтерию. То есть я платил здесь, я не знаю, тысячу долларов, потом стал платить две тысячи долларов. Я могу спросить, почему. Когда там несколько подразделений, то непонятно. Я плачу… Теперь понятно, у кого спрашивать, да? Да, и в бухгалтерии, или у айтишников, или у девопсов, или у СРЕ, или у безопасников. Кому прийти, кому надавать по шапке и сказать, почему мы стали платить больше. То есть вот Фенопс решает эту головную боль, что мы начинаем понимать, кто ответственный за эту инфраструктуру, кому она принадлежит, чьи это расходы, и, соответственно, спросить у него, если вдруг они нам по какой-то причине не нравятся. Кажется, что ты и вторую часть начинаешь подсвечивать. Кому принадлежит эта инфраструктура? Это же боль СТО, по большому счету. Да, да, действительно так. И если мы говорим, ну, например, об IT-компаниях, есть проекты, есть подразделения, которые есть в подчинении у СТО, и если Фенопса нет, у него, скорее всего, не будет понимания, действительно, чьи же ресурсы в облаке, а кто там поднял машину, которая съела полбюджета. А если Фенопс все-таки будет, если попытаться адаптировать практики в том числе по какому-то лейблингу, по департаментам хотя бы. Мы об этом поговорим еще, конечно, да. Но это хорошая-хорошая история, потому что, если мы говорим про СТО, это техническая история, это динамические какие-то среды, которые мы строим для того, чтобы тестировать наше программное обеспечение. Они съедают какое-то количество денег. Это наше девелоперское окружение, которое, собственно говоря, ну, тоже, в общем, ест какие-то ресурсы. Это у нас продакшн-системы, а если они еще переплетены с друг другом, то вот привет, в общем, большая Excel, и разборки как бы это... Тут по-другому не назвать никак. Ну, вот в целом, с точки зрения интегратора, это можно как-то подвергнуть инструментному такому вот затыканию дыр? Можно какой-то взять инструмент, поткнуть, и вот чтобы не болело вот этих двух людей? Теоретически можно, но сложно, потому что, ну, почему появился Фенопс? То есть это набор инструментов и практик, да, важно, чтобы были процессы. То есть инструменты действительно есть, они позволяют точечно решать какие-то задачи. То есть есть специальные аналитические инструменты. Например, в Яндекс.Облаке есть DataLens, и в нем можно настроить дашборд, который показывает детализацию биллинга. То есть можно посмотреть, сколько мы платим в разрезах облаков, проектов, можно настроить те же самые лейблы и смотреть в других категориях кастомных, которые важны нам. Но этот инструмент решает только часть задачи. Он позволяет оценить текущее состояние инфраструктуры, но не позволяет сделать прогнозирование, он не позволяет сделать удобным, то есть не позволяет удобным образом выполнять ту самую локацию, разбиение наших расходов по определенным категориям. Вот, и поэтому простой инструмент, он в моменте действительно может решить какую-то задачу, вот, но... Снять напряжение. Снять напряжение, все верно, да. Но все равно организация не станет прям сильно лучше, потому что важно выстроить этот процесс, когда у нас все отвечают за расходы облачные, и вот есть четкий вот этот понятный воркфлоу, по которому все идут к цели, чтобы у нас организация была финансово эффективной. А вот если вот мы говорим про облака, мы же понимаем, что облака разные информацию предоставляют. И понятно, тут ты, Вячеслав, очень хорошо подсветил, что там есть биллинговая информация, ее можно выгрузить, не просто счет выгрузить, а уже такую более детализированную историю. Я понимаю, что это на самом деле та основа для того, чтобы строить уже какие-то вот инструментарии поверх вот этих вот данных. Да, да. И важно в том числе, как Вячеслав заметил, не просто в моменте иметь информацию о том, за что сейчас платятся деньги конкретной компании, а в том числе иметь возможность посмотреть в прошлом, сделать анализ и в будущем, да, иметь прогноз. Такую как бы линейку построить, да, заглянуть назад и посмотреть вперед. Да, суметь спрогнозировать, на что именно пойдет потребление. А тут же я сейчас вопрос о черебром поставлю. У нас же огромное количество клиентов вроде бы заехали в облако, но часть инфраструктуры – это мое. Это на Новый год. Есть где-то вот там прикопанные свои какие-то сервера, там же тоже есть расходы, там тоже есть потребление какое-то. А может быть, еще усугубимо, может быть, не одно облако, а два облака. Соответственно, ну это, кстати, такая тоже как бы очень хорошая практика для некоторых компаний, когда они имеют ресурсы в одном облаке, ресурсы в другом облаке, здесь какая-то резервная инфраструктура у них находится, здесь у них основное потребление ресурсов, здесь они тестируют какие-то проекты там и так далее. Это вот такое, как бы разные варианты вообще на самом деле использования облаков. Вот как в этой ситуации быть? Там же разная информация, в общем-то, на самом деле. Но здесь вопрос того, хочет компания работать с каждым отдельным инструментом, который предоставляет облако, потому что зачастую облако, конечно, предоставляет какой-то инструмент для того, чтобы видеть расходы. Либо компания выбирает другой путь, это использовать какой-то универсальный инструмент, который умеет работать с облаками компании. Например, могу говорить про наш инструмент? Не, ну давайте, да, конечно. На самом деле на рынке, в общем-то, таких инструментов, вот я когда готовился первый раз к выступлению при Финопс, я, конечно, как бы там погрузился очень сильно, там огромные крупные вендоры есть, там типа там и от IBM есть какие-то решения, ну таких прям, ну там прям от мастодонтов, да, и есть, конечно, и стартаперские какие-то решения, но ваше решение меня просто покорило своей красотой, вот именно технологической, и я так открыл, такой, о, это же вот то, что мне надо. Я помню, вот я Вячеславу рассказывал, что я когда готовился, меня прям настолько бомбануло, что я такой, так это вот надо срочно внести людям, это же, ну, то, как оно должно работать, когда там тикет прям привязан к ресурсу, это мы про локацию говорим, ресурсов, да. Да, либо можно просто инженера научить пользоваться одним инструментом, или там не инженера, да, СТО будет работать с одним инструментом для того, чтобы и работать с бюджетом, и работать с ресурсами, которые есть, и, естественно, проще все в одном месте содержать и наблюдать, чем использовать разные инструменты и учиться работать с ними. А вот вообще в целом, если мы говорили, что нужно построить вот эту прямую, да, где у нас есть какая-то точка, можно посмотреть вот назад. А с чего можно начать вот ретроспективно, чтобы посчитать, посмотреть услуги, это же нужно взять, разобрать все ресурсы, то есть по большому счету. Это одна из начальных практик, то есть у нас есть данные из системы в виде, там, как-то, там, биллинговых данных, ну, а дальше нам надо как-то их связать с теми реальными ресурсами, которые мы потребляем. Кажется, что мы переходим, собственно говоря, к самим практикам, которые есть в облаке, ну, в смысле вообще, вот, собственно говоря, в фенопсии для облаков. Давайте попробуем их немножечко как-то рассказать, подсветить, можно сказать, основные принципы, с чего нужно начинать. Ну, всего принципов шесть, скажем, таких фундаментальных, да, в самой методологии фенопсии. Вот, и если говорить о них, то не погружаясь, да, то есть получается самый важный, наверное, принцип, это что мы должны адаптироваться к методологии PaysUgo и считать, что это наше преимущество не дополнительные риски, что это, наоборот, нам добавляет гибкости и возможности избавиться от капитальных расходов. Это, получается, настройка эффективной коммуникации между финансовым департаментом, бизнесом и технологическим департаментом, чтобы IT, финансы и бизнес постоянно общались, была наложена коммуникация. Важно, чтобы эта коммуникация и все решения принимались на основе бизнес-метрик, и важно, чтобы эти бизнес-метрики и решения принимались на основе актуальных данных. Собственно говоря, для чего нам нужны специализированные инструменты? Потому что они позволяют нам собирать эти данные в режиме реального времени. У нас появляется красивый дашборд, где все видят, что происходит в настоящий момент. И оставшиеся принципы заключаются в том, чтобы у нас была централизованная команда. То есть обычно лучше FinOps работает, когда есть специальный человек, который за это отвечает. Не там СФО, финансовый директор наполовину, еще и FinOps специалист, или там СТО тоже на полставочки подрабатывает. А когда есть выделенная команда, которая действительно погружена в этот процесс. Но при этом важно понимать, что несмотря на то, что есть выделенная команда, отвечают все. И СФО, и СТО, и каждый инженер, который что-то делает. То есть это процесс, который их всех связывает. Да, то есть каждый человек, который как-то влияет на инфраструктуру, меняет, создал ты виртуалку, ты ответственный на все. Поэтому держи в голове, что ты создаешь виртуалку, ты влияешь на рентабельность, на финансовый результат компании. А вот вообще, если мы вот эти принципы, они же сами не по себе, они же не в воздухе висят, есть какой-то цикл, по которому производится внедрение и вообще использование. Классическое колесо FinOps, по которому мы постепенно бегаем. И как вот здесь уже вы говорили, что это не какой-то разовый, так сказать, забег, а это вот как раз такое колесо, по которому мы крутимся. Давайте попробуем это колесо немножко так виртуализовать для наших зрителей, то есть из каких этапов это состоит. Четыре основных этапа, по которым мы проворачиваемся, по большому счету. И мы начинаем, собственно говоря, с самого начала. И вот тот самый лейблинг, лейблинг, про который мы говорили, это, наверное, одна из самых первых практик, которые можно внедрить. Это, кстати, одна из самых первых побед, которые вы в своей компании можете внедрить, сразу получить быстрый какой-то эффект, потому что вы подсветите и покажете все ресурсы, которые у вас есть. До этого, скорее всего, ресурсы были не промечены, не показаны. Это дает возможность вообще показать. У вас в инструменте это очень круто, потому что можно сразу увидеть, какие у тебя ресурсы помечены, а что-то просто, по сути дела, болтается в воздухе. А когда она болтается в воздухе, значит, никто за это не отвечает, деньги просто исчезают из компании. Чистый сразу бизнес-эффект. Да. Вот насколько это, там, долгая, сложная работа, вот этот лейблинг? На самом деле, если, опять же, выстроить процесс и один раз потратить время на то, чтобы выстроить процесс, потом ты увидишь значительный выхлоп с этого. Да, сначала придется потратить время на то, чтобы, там, выявить какие-то правила, по которым будут тегироваться ресурсы. Но затем, если следовать этим правилам, ты будешь видеть постоянный результат. Здесь можно столкнуться с такой болью, что если, это, например, компания, которая забатывает ПО, инженеры могут неохотно идти на то, чтобы, там, тегировать это куда-то скрипты, переписывать свои. Но если все-таки объяснить им, да, донести до них, для чего это делается, опять же, один раз автоматизировав, все будут дальше видеть, чьи ресурсы, кто за что отвечает и что происходит с этими ресурсами. Жизненецикл их целиком. Это, кстати, очень хорошо стыкуется с DevOps-практиками, когда мы не выкатываем ресурсы руками, а мы это делаем с помощью инструментов инфраструкт сейчас за код, потому что понятно, что не каждый, мы не идем руками, не создаем виртуальные машины, мы сначала придумываем способ их автоматизации выкатки, и прям внутрь можно зашить как раз тот самый лейблинг, который помогает потом, соответственно, искать эти новые ресурсы. А если, как бы, ну, понятно, это начальная какая-то стадия, но дальше же нужно следить, чтобы не появлялись такие вот левые какие-то ресурсы, позволяет ли ваш инструмент отслеживать, например. И вообще это распространенная практика, такой мониторинг ресурсов, которые никак не промечены. Да, и наш инструмент это позволяет, и в том числе наш инструмент, он выступает такой палочкой, которая пинает людей о том, что твой ресурс там долго не используется, да, можно выставлять и теле на ресурсы, о том, что пора его потушить, можно получать нотификации пользователям о том, что в облаке заводятся какие-то непромеченные ресурсы, да, то есть чтобы реагировать на это довольно быстро, чтобы сетево мог прибежать и спросить, а чье? Это прямо-то круто. Ну, в этом смысле мне вот реально оптскейл, мне очень понравился. Вот я какие-то вещи там подсмотрел, есть возможность, кстати, ссылочку дадим в описании, можно пойти и онлайн-демо посмотреть этого инструмента, посмотреть, как оно, в принципе, примерить его на себя, немножко на свои облачные ресурсы, и посмотреть, как это выглядит с точки зрения лейблинга ресурсов, с точки зрения промечивания, с точки зрения вот этого построения, вот этой прямой потребления ресурсов. И понятно, что дальше у нас еще вопрос бюджетирования стоит. Мы пометили ресурсы, а дальше у нас какой-то бюджет на эти ресурсы существует. Как мы с этим дальше работаем? Ну, здесь в том числе инструменты зачастую, они дают возможность этот бюджет регулировать, который выставляет финансовый директор вместе с СТО работой, они выставляют какие-то бюджеты на подразделения свои, и дальше путем аллокации ресурсов на какие-то подразделения уже, опять же, СТО, финансовый директор сможет получать оперативную информацию из инструмента, который они используют, о том, что скоро вы приблизитесь к вашему лимиту, будьте внимательны и так далее, чтобы предпринять какие-то действия дальше уже. Это очень круто, кстати, когда у тебя есть, например, тестовое окружение, и у тебя на тестировании есть бюджет, и ты просто видишь, сколько потратил уже денег, и что там, окей, надо что-то с этим делать. Это такая достаточно очень важная история. Ну, понятно, что вот когда мы сделали какой-то предварительный анализ, сколько мы потребляем, вот эти вот процессы, это же следующая стадия, это более сложный этап, который требует уже договориться со всех, со всеми, построить уже вот эту регулярность вот этого обращения. Это уже более сложный этап работы, когда мы уже получили первые результаты, мы уже подсветили какие-то неиспользованные ресурсы, убрали, перестали за них платить. Это, кстати, вот благодаря лейблингу делается очень быстро, и такая самая, если в любом подразделении, в каком бы вы ни находились, вы сможете это сделать. Можете начать просто с самого себя, протегировав ресурсы, а я потом подсветил, что, ребята, вот это можно удалить, вот почистить. Я думаю, что... Я несколько раз сталкивался с таким и несколько раз слышал, что, знаете, такая уборка происходит в облаке, когда, ну, или там в дата-центре, ну, в дата-центре чаще, когда начинают выяснять, чьи ртуальные машины, чьи там сервера, и вот это вот как бы кажется, что это вот как раз отголоски вот того старого процесса. А вообще вот эти зависшие ресурсы, насколько часто и насколько много они вот в вашей практике, Вячеслав, попадаются вот с точки зрения вот уже рабочих и настоящих процессов? На самом деле довольно часто. Вот я здесь могу, чтобы людям была понятна вообще актуальность, Финопс в том числе, приведу практический пример. Он был в классической книге про Финопс, но мне кажется, он очень показательный. Мы ссылочку, кстати, на книжку обязательно в шоу-ноуты приложим. Да, шикарная книга. Книга прям топ. Пример заключается в следующем, что в одной большой-большой корпорации финансовый директор решил поговорить с IT и спросить, а за что же мы платим? IT-директор сказал, что я и не знал, что мы платим так много. Давай посмотрим, почему. Они посмотрели, оказалось, что у них там где-то половина ценника это тестовое окружение, которое никто не использовал. Они просто забыли их выключить. И такая проблема, она на самом деле возникает очень часто. Это могут быть не только тестовое окружение, это могут быть, я не знаю, например, диски, оставшиеся после удаления виртуальных машин. Это могут быть старые данные в S3, которые никто не использует, которые можно спокойно перенести в холодное или ледяное хранилище и тоже сэкономить деньги. Кстати, вот то, что сейчас сказал Вячеслав, это одна из практик Финопс, собственно говоря, которая основана именно на правилах. Это, так сказать, уже последний этап вот в этом колесе, который мы виртуально сейчас обозреваем. Это вот та самая практика сохранения ресурсов, когда мы понимаем, что у нас есть какие-то ресурсы, которые мы должны долговременно хранить. И, кстати, вот мы потом, в конце, мне кажется, затронем тему вот этих практик сбора, потому что они для многих облаков подходят. Каком бы облаке вы не находили, вы можете сохранить свои ресурсы, например, ну и сэкономить благодаря просто переносу данных, например, ну если мы говорим про Object Storage, вот сейчас в конкретном данном примере, просто из обычного горячего хранилища в холодное или в ледяное. Цена будет радикально разная, собственно говоря. Да, давай продолжим. Извини, что перебил. Да, примеров на самом деле много. То есть вот самые простые, да, то есть у нас просто виртуалки, которые никто не использует, это диски, это объектное хранилище, это очень часто Elasticsearch или OpenSearch, в котором не настроены LLM-политики, и у нас куча-куча старых логов. У нас, во-первых, много ресурсов, которые молотят эти логи, которые никому не нужны. Во-вторых, объем логов тоже жирает достаточно большое число денег. Ну да, а можно было бы просто там настроить политику для того, чтобы выгрузить эти логи, например, в Object Storage, заархивировать, ну потому что, например, тебе по регулятору нужно хранить их там 2-3 года, все, отправить в ледяное хранилище, и хоп, у тебя, во-первых, быстрее все работает. Ну то есть тебе просто сама Афинопс-практика помогает в твоем конкретном бизнесе просто быть быстрее. Все так, все так, да. Поэтому примеров очень масса, то есть здесь нужно оставлять отдельный чек-лист и по нему проходиться. А вообще есть какие-то, не знаю, сайт-эффекты еще дополнительные? Вот мы сейчас один прям буквально выцепили, вот сейчас, такой, как бы вот такой, в обратную сторону. Давайте пройдемся и посмотрим, а что мы можем с ресурсами поделать. Есть еще какие-то дополнительные сайт-эффекты от внедрения Финопс? Если, например, говорить о, там, компьютер-сторедже, о компьютер-вычислительных ресурсах, которые используются, то очень часто поднимаются машины, ну, довольно мощные, скажем так, для каких-то нужд, ну, на всякий случай. Вот, ну мало ли, вот прям мне нужно будет там, не знаю, гонять что-то там, видео обрабатывать. Вот. А на самом деле те мощности, которые закладываются, они не используются в полном объеме. Здесь мы приходим к тому, что если использовать специальные инструменты, которые представляет Финопс, то можно отследить использование. помониторировать реальное использование ресурсов и сэкономить здесь за счет разницы. Потому что, например, виртуалочка, там, 8 на 16, да, и 4 на 8, они будут стоить по-разному. Очень правильный день, мне кажется, на полгодика посчитаем, уже прям приятно становится. Да, да, да. Ну и другой, кстати, пример тоже, вот Юля упоминала, про майнеры. А, кстати, вот это давайте расскажем, потому что, мне кажется, это вообще само по себе интересная история. Да, здесь с точки зрения безопасности в том числе можно к этому подходить, потому что, увольняясь, остаются какие-то учетные записи сотрудников, да, или просто там какие-то легкие пароли, которые могут быть использованы в облаках зачастую. Это может привести к тому, что, в частности, как у одного из клиентов было, ушел сотрудник, уволился, и его аккаунт взломали, под ним подняли виртуалочку, которая там, ну, порядка 10 тысяч она за пару дней съела. Пока это обнаружили, как бы приятного было мало. Если бы использовали какой-то инструмент, который бы мог своевременно отреагировать, да, там, предупредить о том, что бюджет ваш очень выедается, большая виртуалка поднялась, обратите внимание, то, ну, таких затрат можно было бы избежать, конечно. И в том числе, одно из правил, которому стоит придерживаться, это в том, чтобы в актуальном состоянии держать вот именно своих пользователей, которые у тебя в облаке есть. Слушайте, ну, это вот как раз это про влияние FinOps на роли людей внутри компании. Да. Ну, это, опять же, это про процессы, потому что это заставляет выстроить процессы. Давайте мы проверим, а давайте мы посмотрим, а давайте внедрим вот эту практику. В целом, если мы говорим про контролирование затрат, про масштабирование, вообще, если мы говорим, вот, Вячеслав, ты говорил про некоторые, так сказать, кейсы, да, насколько можно подсчитать результат, вот, например, с точки зрения потребляемых ресурсов, можно сэкономить за счет практик, FinOps какие-то, вот есть у тебя интересные кейсы? Кейсы есть, действительно, ну, самый очевидный способ это оценить в деньгах, да, потому что... Ну, потому что все привыкли, да, как-то, да. Ну, то есть, FinOps на самом деле для бизнеса это деньги, да, вот, и действительно у нас есть очень интересный кейс с компанией Казань Экспресс, мы совместно с нашим заказчиком проводили FinOps оптимизацию, достигли значительных результатов, там, мы шли по классике, оптимизировали число ресурсов, то есть удаляли неиспользуемые или перемещали малоиспользуемые в другие хранилища, там, делали утилизацию, оптимизировали утилизацию, делали райтсайзинг, архитектуру оптимизировали, вот, и все в итоге это вкупе нам дало весьма очень хороший результат, который мы оценили в двух показателях. Первый, это мы сэкономили около 20% от облачного чека, во-вторых, увеличивали рентабельность валовой прибыли на 3,7%, что в объемах заказчика Казань Экспресс, то есть с учетом их огромной выручки, это, ну, весьма очень-очень значительные цифры. Это им сильно тоже помогло в их пути на, соответственно, захват рынка. Да, я, кстати, когда мы говорим про различные практики, есть практики, связанные именно с техническими какими-то аспектами, мы, например, про object storage говорили, про неиспользуемые ресурсы, про лейблинг, а есть практики, например, такие, связанные со скиллами, я бы так сказал, потому что, например, после того, как ты увидел, сколько ты за что платишь, дальше можно пойти к провайдеру и, например, договориться на использование ресурсов по-другому. Это тоже в цикле, собственно говоря, замыкает уже, так сказать, вот это колесо внедрения FinOps, по большому счету, где мы уже проанализировав результаты внедрения, уже начинаем смотреть, ага, как мы это использовали, а можем ли мы как-то соптимизировать и договориться, например, на долгосрочное потребление. Практически у всех провайдеров, вот я вам говорю про нас, про InX Cloud, можно договориться на долгосрочное потребление каких-то ресурсов с некоторой скидкой. И, в общем, когда ты понимаешь, сколько ты потребляешь, какой у тебя есть прогноз потребления, ты можешь прийти и заранее сказать, мы вот на три года готовы подписывать с вами договор, на потребление таких-то ресурсов в таком-то объеме и за объем получить скидку, потому что, соответственно, это, так сказать, это выгодно и провайдеру, потому что LTV клиента увеличивает и гарантирует его, так сказать, лояльность, и с другой стороны, это выгодно клиенту, потому что он получает скидку. С точки зрения FinOps практик, это вот такая замыкающая уже конец, как бы, вот этой вот внедрения. Но это как от ура-борос, он, который сам себя начинает дальше с этого, дальше же новый цикл начинается, дальше же опять нужно смотреть, собирать данные, анализировать, внедрять практики. И вот эта вот ошибка, кстати, которую я регулярно вот на зарубежных форумах читаю, когда FinOps пытаются сразу весь целиком внедрить. И то, и это, и это, и это. Мне кажется, это большая ошибка с точки зрения технологии и, собственно говоря, внедрения, потому что не дает возможности закрепиться и получить вот этот первый проворот вот этого колеса. Кажется, что хорошая практика является внедрение по чуть-чуть из каждого вот сектора, условно говоря, вот этого колеса, внедрить что-то по чуть-чуть, чтобы оно, колесо провернулось и зафиксировать успешный результат. Юлия, вот если мы какой-то временной ряд нарисуем, в течение какого времени вот можно первые результаты получить от внедрения FinOps, а когда можно говорить, что в компании устойчиво уже внедрен FinOps как практика? Ну, то есть вот как-то можем от границы обозначить. Понятно, что все компании разные, размеры у компаний разные, но вот какую-то вот такую температуру по больнице как-то среднюю. Ну, как вы уже упомянули, лейблинг — это первая вещь, которая дает результаты и довольно быстро дает результат. Внедрив лейблинг, мне кажется, через неделю того, как крутится процесс вообще, можно увидеть результат, можно увидеть, насколько оптимально, неоптимально происходит потребление облака. Вот, а что касается там в целом, да, то мне кажется, в течение, ну, пары месяцев можно уже видеть такие более объемные результаты. Начав крутить колесо, ты будешь идти вперед и двигаться, и видеть все больше и больше результат, который тебе приносит процесс, который ты строишь. И, соответственно, ну, это бесконечно, да? Цикл бесконечный. Ну, понятно, что цикл бесконечный, но все равно некоторая продуктивная плата вот в течение полугода может на него выйти. Я думаю, что да, потому что в том числе ты будешь использовать ретроспективу для того, чтобы получить какой-то там результат. И в течение полугода — да. Давайте, может быть, как-то попробуем немножечко поговорить о том, какие есть тренды в развитии и вот вообще в целом в области финопспрактик. Может быть, у нас есть... Ну, понятно, мы смотрим, конечно, на Запад, смотрим на некоторые наши отставания. Вообще, в ближайшие годы что нас ожидает? Ну, и в целом и на всем рынке, и у нас конкретно в России. Мне кажется, что недаром у тебя на футболке сервер написано. Здесь тяжелось, да. Поэтому все больше и больше компаний начинает использовать эти технологии. Она тоже имеет свою специфику. Да, что это прям классический поэзи-го, где у тебя нет ресурсов, ты только платишь за их использование. И, соответственно, FinOps-инструменты, они будут больше адаптироваться к тому, чтобы была возможность работать с сервером с теком. Вот, на мой взгляд, наверное, ну, одно из тех изменений, которые нам стоит ожидать. А второе, которое мне кажется интересным, которое должно произойти, то есть для нас, например, как для интегратора, которые работают с заказчиками, интересно, это внедрение FinOps в CICD, в инфраструктурные CICD-процессы. Например, DevOps-инженер хочет изменить инфраструктуру, пишет какой-то терраформ, там, добавить виртуалки, кубер-кластера, базы данных, сервер лес, может быть. И чтобы у него, когда он смотрит терраформ-план, что у него с инфраструктурой произойдет, какие изменения, дополнительно еще появилась информация, что, например, ты будешь платить там плюс сколько-то. Вот. Если это плюс сколько-то значительно большое, то, например, там сразу на одобрение его руководителя, чтобы он посмотрел этот мерч-реквест, чтобы одобрил там хорошо или нехорошо. Вот. Хар-хар, слушай, интересный прогноз. Ну, кстати, по поводу сервера лес, примерно, уже скоро год, наверное, был написан маленький пример использования нашего облачного биллинга и одной из такой замечательной фичи, как алерт на бюджеты внутри, соответственно, Яндекс.Клауд. С помощью обычных функций сервера лесных можно управлять своим облаком, и этот пример, я небольшую статью, наверное, брошу в шоу-ноты, соответственно, в это видео. Если вы хотите просто попробовать на своем пед-проджекте, небольшом проекте, чтобы потом показать, как это может работать, в принципе, управление вашими ресурсами, просто как замыкая обратную связь, собственно говоря, от биллинга, вот просто одну из практик FinOps, то вот можно будет это сделать, вот используя как раз ту самую серверу лес, немножечко, так сказать, подвинуться вперед. Но понятно, что когда мы говорим про вот эти вот практики, нужно, это как бы только вот такой технологический взгляд, а есть же еще, наверное, организационный какой-то, что нас ждет с точки зрения организации, насколько вот это проникновение технологий, оно больше, ну именно в объемах практик, оно нас захватит, потому что за рубежом этот, так сказать, тренд растущий. На сколько процентов как-то мы можем как-то понять в ближайший год-два это захватит нас? Хороший вопрос. Но мне кажется, что тенденция, она, тенденция, я имею в виду движение в облака, она будет только расти, движение в кубернете, в том числе, да, у нас же сейчас очень активно используется, тоже будет расти, соответственно, я думаю, что этот вопрос будет более и более актуальным становиться, именно использование финопс практик у себя в компании, внедрение их. Ну, собственно говоря, это как синон, как это, они будут один тренд тащить другой тренд по сути дела получается. Хорошо. А вот если мы, давайте попробуем дать какой-то совет, вот нас смотрят коллеги, они таки посмотрели, ага, мы почитаем книжку, посмотрим, мы посмотрим, соответственно, вот они сейчас нас посмотрели, они понимают, что да, можно сделать лейблинг, это как первый шаг какой-то, может быть, мы какой-то вот совет организации вот тому самому сетевой, тому самому, соответственно, финансовому директору какой-то совет а с чего начать что первое можно сделать прямо не отходя от кассы мне кажется здесь важно вспомнить в той же самой книжке описывался подход который называется кровь экран что сначала ты ползешь потом идешь а потом бежишь что не спеши начиная с малого с тех самых малых побед что новое внедрение фенопс это достаточно сложно и особенно для больших организаций то есть не просто инструмент его можно внедрить но нужно с ним что-то делать поэтому имеет смысл вот действительно начать с чего-то самого простого показать другим практический результат смотрите мы сделали лейблинг части инфраструктуры обнаружили не используемую исключили эту неиспользуемые инфраструктуру и получили такой-то результат и все коллеги другие департаменты увидев это сразу поймут пользу практически и процесс уже сначала с одного департамента и постепенно да 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 то есть начинать с малого, не спешить, начинать по-малому, показывая те самые маленькие победы, практические результаты, и тем самым двигая организацию вперед, потому что они будут понимать, видеть своими глазами, что это действительно имеет смысл. А с точки внедрения инструментов есть какой-то первый шаг, с которого было бы рационально начать? При использовании любого инструмента первое, что будет делать этот инструмент, это анализировать, что есть в облаке и зачастую давать рекомендации по использованию по твоему текущему использованию облака. Первое, что можно сделать, это постараться придерживаться этих рекомендаций, потому что даже нативные инструменты облака, они в том числе дают какие-то минимальные рекомендации по оптимизации. Вот, кстати, по поводу советов, это тоже, кстати, неотъемлемая часть инструмента, потому что ты смотришь, ага, не используй совершалочка, ай-яй-яй, подсвечиваем, на самом деле это очень круто, это помогает как раз вспышкой, на которую нужно обратить внимание. Вы ведете совершенно гигантскую какую-то базу с различными практиками, причем вы собираете их по разным облакам, по разным сферам, опыт очень разных людей, ссылочку, кстати, дадим обязательно в шоу-ноутах, прям можно читать, применять, адаптировать к себе, база гигантская, постоянно пополняемая. Вообще, насколько сложно ввести базу вот таких вот оптимизаций, микро-оптимизаций, вот как много это ресурсов у вас отнимает, как у компании? Ну, это все началось с того, что мы сами очень активно используем, использовали разные облака, и сами столкнулись с этими же проблемами, с неоптимальным использованием ресурсов, с большими клаудбиллами от тестовых прогонов, ну, все это мы прошли сами, поэтому начинали базу мы вести на основе своего опыта, плюс внедрив опыт дальше своих клиентов. Клиенты приходят с какими-то запросами, с тем, что у них есть определенные боли, которые мы дальше пытаемся решить, как колесо, чем больше клиентов, тем больше практик, тем больше... Да, именно так. Вообще, я когда смотрел как раз свое выступление, кстати, я тоже, наверное, его дам обязательно в этом видео, оно такое более структурированное и более последовательное с точки зрения изложения, плюс наполнено картинками соответствующими и модным чат GPT. Вот, но я как раз подчеркнул некоторые вещи, которые... Я там брал один небольшой кейс и, соответственно, пытался понять, что можно было бы там применить, какие практики оттуда достать. И вот ваша база мне очень сильно помогла, конечно. Это супер крутая история. Челав, может быть, ты тоже еще нам какой-нибудь ресурс подкинешь, на что посмотреть, что почитать? Ну, я вот уже советовал книгу. Мне кажется, обязательно стоит ее прочитать, потому что она содержит в себе и теоретический, и практический материал. Вот. Ну, мы со своей стороны тоже активно продвигаем фенопс массы, и активно его пропагандируем в России. Поэтому у нас тоже есть ряд выступлений, поэтому если... Ну, давай мы возьмем, да, добавим просто как бы одно-два выступления. И, Юля, если у вас есть тоже, даже если оно на английском языке, давайте мы тоже добавим. Опять же, если вы смотрите это видео в YouTube, в Яндекс.Браузере есть совершенно замечательная функция посмотреть и перевести сразу видео с английского языка на русский и, соответственно, сразу посмотреть. Это, так сказать, совершенно замечательная фича, которой можно пользоваться. Такой лайфхак. Вот. А мне кажется, что мы такую небольшую вводную про фенопс сделали, и на этом будем завершать этот выпуск. Я очень надеюсь, что, посмотрев этот выпуск, вы заинтересовались. Пойдете, посмотрите, почитайте ресурсы и попробуйте сделать маленькие победы для себя в компании. А на этом я буду с вами прощаться, и мы вместе с друзьями прощаемся с вами. До скорых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok